А вот с этим человеком можете не ознакомиться, просто знайте, он придет к вам с косой, топором и линялым песцом. Это песец. Кандидат в депутаты Государственной Думы Максим Шингаркин. Это был и сам про себя он все сказал емко. Ей нужно только добавить песец в этом случае, если и придет, то полный твиттер Шингаркина за эти сутки превратился в какой-то пулемет, из которого как поле один за другим вылетают так называемые предвыборные шедевры. Ну а вообще сцена с топором и дровами, она не самая простая и весьма даже кинематографичная. Давайте вместе посмотрим еще раз. Меня зовут Максим Шингаркин. Местные чиновники все повязаны между собой. Нужно точно знать, куда бить, чтобы разрубить круговую пору. Это песец. Сентябрь это когда нормальный песец переходит из состояния летнего накопления энергии к зимнему охотничьему сезону. Как известно, песец подкрадывается незаметно, а для этого зимой он использует белую шерсть, а летом черную. Поэтому сегодня мы выем нашего песца в изумительном двухцветном состоянии, что величайшая редкость. И не только роликами, но и печатной продукцией веселят кандидаты в депутаты Госдумы избирателей. К примеру, один из претендентов народной избранники назвал Красноярск родиной Горностаев. Сделал это, конечно, не специально, просто смотреть сами фамилию у него такая. А вот кандидат от ЛДПР в ЗАГС собрания Свердловской области Андрей Кабанов по профессии врач и решил поддержать поваров. А про учителей почему-то и вовсе забыл.